Ключи от заветных квадратных метров дольщики ЖК Курортный ждут уже больше пяти лет. Надежда на будущее у 400 семей появилась в прошлом году. Тогда мэрия нашла для печально известного жилого комплекса инвестора. Объект ему достался не в лучшем виде. В одних домах не было коммуникации, другие корпуса и вовсе не были построены. Хотя квартиры в них уже успели продать. Те 12 домов, которых наша компания собиралась разместить обманутых дольщиков, эти 12 домов будут до Нового года закончены, пока мы идем в графике. Надеюсь, что тех условий, которые мы сейчас наконец-то получили, позволят нам ускориться теперь. Проблемы жилого комплекса Курортный и еще двух десятков многоквартирных домов сегодня обсуждали на встрече с дольщиками. Ее в Сочи провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. В зале собрались представители администрации, прокуратуры, полиции, службы судебных приставов, ресурсоснабжающих организаций, депутаты городского и регионального парламентов. Этот формат определен губернатором и прокурором Краснодарского края. Он на сегодняшний день является наиболее эффективным, понятным, потому что решения, которые принимаются здесь, на этой международной комиссии, они оперативно воплощаются в жизнь, оперативно принимаются решения, и от принятия решения до действия, ну, очень короткий срок. Проблемы у каждой из недостроенных многоэтажек разные, пути решения тоже. Для одних домов, как ЖК Курортный, уже найдены инвесторы. Благодаря им квартиры получат более пяти тысяч человек. Стараемся, чтобы наши списки, наши все проблемные строения, здания, сооружения, самое главное, люди, поддержку получили максимальную. Но есть у нас серьезные инвесторы, есть уже определенные договоренности по достройке всех проблемных объектов. Но никто с проблемой не останется, мы постараемся каждому уделить внимание. Другие дома будут достраивать за деньги из краевого фонда «Содействие дольщикам». Его создание – это инициатива губернатора региона. Благодаря фонду может решиться проблема более чем 750 семей. Будут достроены дома, которые заморожены больше десяти лет. Это жилой комплекс «Ямайка» в микрорайоне, «Мамайка» и «Абсолютно Островского». А вот дольщики на улице Виноградной – многоэтажку здесь начали строить в 2008-м. Вопрос со своим домом решили сами. Достраивают за собственные деньги. У нас была возведена коробка, коммуникации не были подключены, но было очень большое желание жить в Сочи. Где-то наша достройка в ценах 2010 года, где-то порядка 2-3 квадратных метра обошлась нам. За последние полтора года в Сочи удалось решить проблемы восьми объектов долевого строительства. В начале прошлого года в реестре проблемных было 28 объектов. Сейчас их осталось уже 20. И работа по каждому будет продолжена.